Сидеть за суши-баром, потому что уютнее, кажется, сидеть за столиком, нам не мешает ни повар, мы можем поговорить о том, что быть в Японии, все по-другому. Люди, когда приходят в ресторан, они приходят вкусно поесть, они приходят к повару, они приходят за какими-то гастрономическими ощущениями. И, конечно же, если говорить о суши, то, кстати, отец Реши всегда говорил, это самое свежее, самое вкусное суши только за суши-барной сколькой, прямо из рук повара. Это самое правильное, самое лучшее. Вот это вы сможете ощутить. Вот для суши очень важно, чтобы рыба оставалась холодной, рис теплым, сохранял, да, теплый рук, который еще готовили. И если это нори, роллы, то нори еще были хрустящими. Многие даже не подозревают о том, что хрустящий нори – это признак качественных суши. И, конечно, это возможно, как он сидит напротив повода, за баром, когда он видит. И скорость того, как вы быстро едите, может быть, сразу он будет свежий, после того, как вы почти есть предыдущую рыбу пробовать. Это такое ощущение непередаваемое, которое можно получить только здесь. Поэтому рекомендую попробовать. Хорошо, спасибо. И я думаю, что вот такая вот нам предоставляется интересная возможность. Спасибо Оксане и спасибо Йоши-сам за то, что мы сейчас не только увидим, увидим процесс приготовления суши так, как он должен быть, так, как это должно быть. Я сделаю немного суши с лосося, сделаю немного суши с лососями. Здесь правильность движения, точность, да, качество их исполнения. Потому что если вы продолжаете, то это будет хорошо. Да, должна быть такая техника, чтобы максимально быстро приготовить, не пережав рис. Все-таки рис должен быть нежной хрупкой внутри, но сформировая его настолько правильно, чтобы он держал свою форму, когда вы будете есть палочками или руками суши. Кстати, в Японии, если вы едите только сушу в суши-баре, абсолютно нормальным есть суши руками. Ну, просто потому что вам тогда не надо будет... Вы прочувствуете лучшую текстуру, и вам нужно будет мешать. Очень быстро. Да, обычно, да. И это такая техника, которая... Самое главное, что отличает наш ресторан от продукта, это та техника и качество работы с продуктами, уход за ними, которую мы учим наших ребят. Ведь в этом случае из разного повара, два повара, которые работают с продуктами, но один на процент работает, он будет на выходе абсолютно разные вещи. Так, пожалуйста. Шивой. Горячая золотеточка, которая, когда ты свежился, и это не будет. Она горячая, японцы любят, да? Да, очень важная сострана. У нас остынет. Да, любимый соус. У нас есть два соуса. Это ферменный и менее солёный и классический соус. В Японии японцы очень мало пользуются своему соусу. Они буквально краешком рыбы его макают, и наши любят слуков больше. Поэтому здесь есть такая вот особенность. и мы используем футбольную основу с сакейли, которая добавляет, делает виду соуса более лёжного. Спасибо. 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 И очень интересно, что суши, нужно знать, как правило суши, как правило суши. Я вам сейчас покажу, как правило суши. Как правило суши. Как правило суши. Брюки превращаются. Брюки превращаются. Спасибо. Я вот как-то вот так. Всё правильно. Вот так вот я получаю. Да-да-да-да. Так, ну что, я начну, протестирую. Вау. Белее способ? Угу. Уберите руки. Берите лучше всего. Сначала как вы, а потом вам подскажут. Хорошо, я сейчас волнуюсь, я попробую продемонстрировать, как я это обычно делаю. Вот так вот. Молочки. Извините. Это был привешок. Угу. Угу. В первую очередь у нас есть васаби. В Японии зачастую в сошибаров уже добавляют васаби, в соши и дополнительный васаби необязательно. У нас разные отношения к острому и зачастую просто выполним его не так много, как требует того руба, поэтому желательно, конечно, небольшое по вашему вкусу. По вашему вкусу добавляем васаби. Васаби, который мы используем, это васаби исключительно японский и с глубинками натурального васаби. Это дорогое удовольствие, но попробовав этот васаби возвращаться к простой борчице со вкусом васаби абсолютно не хочется, потому что это одна из важнейших ингредиентов. Обычно делают, как сделали вы, берут суши и рисом мокают. И вы видели, может рис разломиться немножечко, да, это не означает, что на самом деле суши были плохие. Из-за этого, из-за нашей привычки макать суши рисом в соевый соус, многим сушистам приходится слишком сильно лепить, передавливая рис. И от этого суши только страдают всю воду гостям, которые не хотят, чтобы эти суши развалились. А на самом деле все очень просто. Вы берете суши, переворачиваете на левый бочок. Ну, это, допустим, да, это уже с нори, она скреплена, здесь были лепчатки. Вернули на левый бочок. Взяли рыбой рис, закрепили с двух сторон и рыб, так что она не упадет. И макаем рыбой в соевый соус и отправляем рыбой на язык. Таким образом вы макаете рыбой, рыбу в соевый соус и солите то, что нужно посолить. Зачастую рыба сырая, да, или не... Иногда она отварная, но в основном это сырая рыба. Вот именно ее нужно солить и ей нужно подобрать вкус. А рис на самом деле уже заправлен, специальная заправка, в которой присутствует и уксус, и соль, и сахар. И он не требует специально дополнительной соли. Конечно, рисом, если вы макаете, очень много риса попадет в само суши, он как губка в себя всасывает очень много. И, конечно же, жир будет распадаться. В данном случае этого никогда не произойдет, и она будет целостная. И впечатление от этого будет абсолютно другое, я вас уверяю. Поэтому попробуйте, допустим, суши с лососем, и вы откройте для себя удивительный вкус суши. Я уверена. Значит, поворачиваю. На левый бочок. И видите, как удобно. И макаете, и это очень удобно. Почему на левый? Нет, рыбой, рыбой макаете. Вот так, вот, вот. Можете чуть-чуть больше, если вы любите макнуть в самурах. Я подобрал, потому что надо закрепить знания. И на язык рыбой. Да, и на язык рыбой. Ну, расхитительный. Ура! Не знаю, ты кушать суши правильно. Да. Можно вот это тоже попробовать? Конечно. Нет? Все? Ну, не-не-не, подожди-ка. Ты снимаешь, но попробуй. Нет? Так, на ручок. Это здесь будет легче, если даже сейчас снимать. Здесь будет легче передо ноги. Ну, вот так. Вот там, вот этот. Там, как его, ну, пустик. Здорово, здорово. Просто вы достаньте пару пустиков, и все. Уже нет. Кальция тоже полезна. Я думаю, я не умру. Угу, не очень классно найти. Правда. Крабом? Угу, угу, она отдаёт макета. Да, это краб. Крабом. Крабом жирно. Так, значит, на левый бочок. На левый. Рыбкой мы крем сюда. Да. Да, можно, если хотите, добавить. Можно чуть больше соли, потому что я понимаю, что для японцев это будет достаточно. Для нас может хочется больше, но все равно, когда вы придерживаете двух сторон суши, это сделать гораздо проще, оставив ее в целостном виде. Ну, а это краб, наверное, да? А это краб, да. Потому что сама... Его именно целиком нужно есть. Обычно, обычно целиком. То есть количество риса и рыба рассчитано для того, чтобы получить комплексное удовольствие сразу. И правильно, по этикету, если вы боитесь, что кусочек большой, просто перекрыть его, потом будет такой. Девушки точно так и делают. Раз, и закрывайте. Соли переживаем, что он не поместится. Вот именно так. Подуманная традиция. Еще можно закрыть глаза вот так вот и тоже хорошо. Спасибо за предоставленную возможность попробовать суши. Да еще и узнать, как правильно их нужно употреблять. Я думаю, что не каждый знает, на самом деле. Люди часто ходят в рестораны японской пухни, но... Ну, например, даже я, я неоднократно бывала, но таких вот нет. Не знаю, как делать это правильно. Нет, нет. Если люди открыты для информации, конечно, мы с удовольствием рассказываем. Мы рассказываем об особенностях и о том, как сделать это в блюдо вкуснее и полезнее. Так зачастую темпура подается с тертым дайконом и имбирем. И в этот соус мы рекомендуем разводить и дайкон, и темпу. Во большинство гостей этого не делают, но это воспринимаем как декор. На самом деле тертая ледька, она позволяет жареным, жареным крытом усваиваться лучше, легче и хорошо помочь клести из организма и помогает изглавиться от такого жареного вкуса масла. И у нас еще остались настойки со змеями, о которых мы хотели узнать поподробнее.